Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Оно действительно доброе, потому что на России взорвался еще один поезд. Совершенно случайно ехал и, видимо, и взорвался, короче говоря. Ну и все. Что тут говорить? Итак, опять та же самая Бурятия. Я вчера рассказывал, кстати, есть уже подробности, по Северомуйскому туннелю, где красиво сгорел прямо в туннеле еще один поезд. Причем, видите, как расисты дают дозированную информацию. Давайте сначала разберемся с тем, что было вчера, а потом с тем, что произошло сегодня. Итак, вчера был поезд из 50 вагонов. 41 цистерна с соляркой и 3 цистерна с авиатопливом. То есть, ну, бомба. Бомба. Было взорвано это все дело. Ну, расисты говорят, что сразу под четырьмя вагонами это все бабахнуло. Все там, каким-то образом экипаж этого поезда успел сбежать, потому что, когда они увидели задымление, ну, они же поняли, что это такое. Они знают, что там авиационное топливо, оно взорвется, ну, а солянка за ним уже тоже сгорит. Тут коню, понятно, гадалки не ходи. И будет Армагеддон. Так оно и получилось. Они сбежали оттуда. Ну, в принципе, правильно сделали. Вот. А действительно все взорвалось, все сгорело. Рашисты говорят, что там удалось вывести 14 цистерн с соляркой. Не знаю. Они брешут. Понимаете? Верить расистам, верить на мужа не пишут. Они постоянно брешут. Поэтому, ну, я слабо себе представляю, как можно было там в горящем туннеле что-то выводить. Может быть, может быть, каким-то чудом там 14 цистерн с этим, с соляркой не взорвалось. Это может быть. Потому что солярка, она не такая горючая, как бензин. Коню понятно, что теоретически такая ситуация, что она не взорвалась, могла произойти. Вот. Остальные цистерны полностью выгорели. Плюс из-за высокой температуры, как минимум, было уничтожено, где-то частично деформировано железнодорожное полотно внутри самого туннеля. Напомню, длина туннеля 15 километров. Так что там очень весело. Да. И он проходит на глубине приблизительно километра от уровня земли. То есть, ремонтировать там удовольствие еще то. Земля полностью пропитана сейчас на большом расстоянии соляркой, недогоревшей. Вот. И они боятся повторных, как бы, эксцессов. Поэтому этот туннель северомуйский, он сейчас закрыт. Было ли обрушение, опять они брешут. Они говорят, что не было. Но верить расистам себя не уважать. Вы уж прекрасно понимаете. Вот. И, собственно говоря, есть обходный путь. Я вчера о нем рассказывал. Там в лучшем случае проезжает паровоз и один вагон. Пассажирские поезда вообще запрещено ехать, потому что там серпантин. Вот. Это все может свалиться. Ну, сами понимаете. Вот такой поезд, как вот этот, например, двое суток тянули бы по окружному. 50 вагонов. Представляете? Это с одним вагоном проехать до конца. Потом паровоз возвращается. Берет второй вагон. И вот такой. Я думаю, трое суток даже, а не двое суток. Тянули бы. 50 вагонов. Вот. То есть, фактически, это дело прервано. Там железнодорожное сообщение с Китаем. А это основное железнодорожное сообщение. Сообщение с Китаем, Северной Кореей и так далее. Да. Так что большой привет. Работали идеально. Вот. То есть, единственное, что понятно на сегодняшний день, что шикарная абсолютно отработка биоизмененных гусей, жувжиков. А может, просто плохо покурили. Вот. Ну, тоже бывает. Вот. Просто блестящая отработка по этому поезду. Там уже ФСБ суетится, кричат теракт. Шмиракт! Не полезли бы в Украину, у вас бы поезда не горели. Вот. Это первый момент. И второй момент. Это сразу же, там же, чуть позже. Второй поезд ты дышнул. Вот. Точно так же, значит, курили в неположенном месте. Вот я смотрю. И информация следующая. Четыре цистерны полностью выгорели. Это уже в другом поезде, там же, в Бурятии. А еще две сильно повреждены огнем. Опять-таки, верить расистам, себя не уважать. Соответственно, там, где четыре цистерны выгорели в другом поезде, могло выгореть и сорок четыре. Ну, вы же понимаете, они брешут. Брехуны. Вот. Там, где повреждено две, могло, на самом деле, быть двадцать. Плюс это все, когда оно бомбахнуло во втором поезде, соответственно, загорелась вся площадь вокруг. Видео есть. Оно в описании к данному ролику. Можете перейти, глянуть, как оно там выглядит. Насколько оно, это видео полностью отражает полноту картины, мы сами не знаем пока что. Потому что, сами понимаете, расисты закрывают такую информацию сразу же. Но поглядите в любом случае. Это любопытно. Значит, было биоизмененными комарами, мошками и червяками уничтожено. Вот два фашистских поезда в Бурятии. Во временно оккупированной Россией Бурятии. Скоро будет свободное государство. Ну, или в составе Китая. Тут уже второй вопрос. России, все мы прекрасно понимаем, скоро не будет. Но, в любом случае, пока что это Россия. И пока что все, что находится на России, является абсолютно законной целью. Ну, все, что касается ВПК, транспорта, логистики. Абсолютно законной целью. Поэтому, ребята, извините. Вы у нас. Мы у вас. Ну, такое дело. Тем паче наши червяки, понимаете, эти вот биоизмененные. И гуси, и утки, и прочая лабуда. Они слабо разбираются в сортах вашего. ВПК видят, он поезд едет с цистернами. Ну, вот. Ну, вот. Он и пикирует на него сверху. А может снизу. Кто его знает. Мы же понятия не имеем. Вот, ребята. Короче говоря. Отлично. Отлично. Два поезда. Два дня. Два дня. Два поезда. Путину принесли второй чемоданчик. Все будет Украина. Продолжение следует. Продолжение следует.